Я приветствую всех и каждого, с вами Барри. Мы продолжаем проходить Ведьмак Дикой Охота. В прошлой серии мы завершили все ведьмачьи заказы и дополнительные квесты на Скельге. Ну, те, что были у меня в обиходе, которые я уже взял, возможно, будут какие-то другие. Не понял. Я даже не подходил, ну ладно. Очень хорошо. Пусть весь Скельге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Так вот, мы с вами будем двигаться по сюжетной ветке. Йеннифер, друид, цили, взрывы и все в таком роде. Поехали. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Уснав о маске, море рассверепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Полный, зальют сушу и утопит живущих. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Нью-Йорда. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так уверишь мифам? Только невежды преуменьшают их значения. И речь не о мифах, а о краже. Тебя заботит кража, а нас, цири. Для меня цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннипер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени. И результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как оштарина. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задувывается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет. Йеннифер использовала маску. Йеннифер, Йеннифер, ядрить тебя налево? Ну ладно. Так и хочешь сказать, ядрить тебя на единороге? Ну мы это уже делали. Ладно, идем. Вот тут самый лес, который... Овнищал в экологическом смысле этого слова после взрыва, связанного, возможно, с цирией. Я здесь не был, честно говоря. Не помню. Не пробегал я тут мимо. Так, мы что, дальше бежим? Вы что творите? Здоровей, дай. Вы меня пугаете? Ладно, я лучше пойду за Йеннифер. Одно они тут что-то наколдуют сейчас себе. Так, там какие-то враги у нас уже пошли. Йеннифер что-то натворила, ядрить тебя налево, не знаю, какое масло использовать. Так, вот здесь что-то есть, нет? Смотрите, туманники фигарят ее. Мы в тумане. Здесь могут быть туманники. Что это было? Единороги. Йен, что ты... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Мышевур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. А ведь Керис была права. Первая миска я уже нашла. Так, мне еще маску надо делать. У вас новый предмет для задания. Что, давай? Что? Почувствуй себя героем Джима Керри, да? Из одноименного фильма «Маск». А, она у меня уже одета. Оп. Что я должен увидеть? Пока ничего не видно, ладно. Оп. Опять маски. Ну, я видел это место, мы про него пробегали. Видимо, здесь и нужно маску использовать. Надень маску. Что мне делать? Не снимай маску. Это все в обмене отходил. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина это Цирия. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как видимо. Похоже, они пошли. Идем. Попробуем найти следующее место. Ну, пошли. Это будет интересный квестик, что последнее время интересные квестики попадаются. Ходи по сюжетным квестам, скажете, логично. На! Какое? Надень маску. Всех перевалили. Какой там кричит? Какой кричит-то там? Страшно же кричит. Берегись! Здесь была засада, да? Что это было? Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожен лес. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позволять. Мне кажется, от мужика-то есть тот чередей, которого мы видели с Кирой. Помните в пещере? Где у нас еще нападала дикая охота. Так, готов? Использую маску. За Цирик налезь. Видишь? Кажется, он ранен тебя. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет вверх. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Что, вы предлагаете в Вильню возвращаться? Это было бы забавно. Я, можно сказать, защищал Скеллиги, чтобы Скеллиги выполнять свои миссии. А, наверное, не в Вильню. Ну, в Вильню так в Вильню. У меня, кстати, там много заказов, много дополнительных заданий. Так что, что, я не против. Вообще, в принципе, можно легко перемещаться между локациями. Но просто я хочу, чтобы было маленько реалистично, чтобы Гераль не бегает из Новиграда. На Скеллиги обратно. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Вильню. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Вильню, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машаур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Есть люди, ради которых я готов на все. А все остальные пускай горят с синим пламенем. Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Герриттом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно. Учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем. Но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велин, скорее всего. Чародей открыл ей портал. А потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда-то туда. Так, давай смотреть. Я пока никого не вижу. В этой расщелине. Здесь тоже никого. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. Вот здесь? Конечно, Йеннифер, что угодно можно поднять. Дикая охота. Сечете о чем их? Хе-хе-хе. Ну ладно. По мне, Йеннифер, где народ? На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные ваты. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндерсфляле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее рот действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндерсфляле. Это было недели через две после того, как здесь, на Арнскеррике, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотом в темноте во время снежной бури. А снежной бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка Хиндерсфель. Так, ну я думаю, здесь на большее искать нечего, поэтому идем сразу туда. Подожди, может, отправимся туда вместе прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. От эликсиров я тоже не в восторге, но пью их, если надо. И если не надо. Потому что я уверен, что мы на Хирсфале там были знакомые мне названия. Ну, удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Я была на Хиндерсфиале довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. А, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Но здесь не вовремя. Разговоры о Дикой Охоте всегда не вовремя. Давайте посмотрим, где мы. Да, мы с вами здесь были. Мы с вами пиво пили. Мы здесь с вами скачки последнее, что мы здесь сделали. Мы выиграли скачки. И что-то подзачищали здесь. Да, да, да. Хорошо, идем. Возможно, и в этой деревне я буду невозможна. А был сто процентов. Могу даже не обратить внимание, что здесь все заснёжено. Какие звезды были. Мы на одном тракте сидели, плечом к плечу, вместе с черных лупили. Так, здесь черепа. Куда значок был, где мне показалось? Какой-то ритуал. Придётся подождать. Вот уж нет. Сёстры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто ещё может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндивевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу, владея из ногтей мертвецов. Как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не рано бередить. Хватит. Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь. Затащить Лейфа. Но столько тел. И Оли, и Ингвард. Маленькие наики. Куда уехали всадники? К морю. А пустоши. На конях из костей. Из костей и льда. И... Хватит! Излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такое не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это... Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят. Запомнила еще что-нибудь, хоть что-то. Она выглядела усталой. Очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Скля... Трус. Прости. Трус. Трус сказал бы вам больше. Этот Трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с Трусом. Даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу. Сражаться с Моркворгом. Этот Моркворг. Это получеловек-полуволк? Да. Он никого больше не тронет. Я убил его. Я знаю. Но Трус ушел туда раньше. И его до сих пор нет. Я его не встретил. Ничего хорошего это не предвещает. Не знаю, стоит ли туда возвращаться. Даже если он умер, у его тела мы сможем найти какие-нибудь зацепки. Надеюсь. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Моркворга, Трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами. И прошу от вас того же. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрейну. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Ну, у меня кооперативчик получается в предыдущих сериях. Следующих, вернее, в чем предыдущих-то. Енифер теперь со мной будет ходить. Надеюсь. Ну, чё, чешем в рощу. Роща здесь недалеко. Мы с вами пару серий назад. Там все закончили. Доброе муторное было серия, я ее записывал в несколько дней. Ты не рассказывал о героической битве с Морфоргом. Ты меня знаешь. Я не люблю говорить дома о работе. Угу. Ты вообще дом не любишь. Саму мысль о нем. Эй, Геральт, вернись. Ты помнишь, как я просила, чтобы ты перебрался ради меня в Бенгерберг? Вот мы тогда подсапались. Да, были времена. Енифер, ты не замечаешь, что здесь волки? Или вообще по барабану? Стены, поросшие клющом, заброшенная роща. Жаль, мы не попали сюда при других обстоятельствах. Решила оббежать. Ну ладно. Как будто у меня тут дежаве. Так с чего мы начнем? Пойдем к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Ну и где это дерево здесь? Вижу. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принес жертву богине. Здесь слега крови. Видишь? Нет. Я, конечно, не человечески красива, только не человеческого зрения, как у тебя, у меня нет. Поэтому вниз тебе лучше не спускаться. Выследить его ты не сможешь, поэтому не вижу смысла тебе туда ссылаться. Верно. Кроме того, я убьюсь лазить по грязи на таких каблуках. Да я и дурущу знаю, как свои пять пальцев. Я пошутила. Ты мне нужен. Точка. Так лучше? Ммм. Лучше. Спускаться-то куда? И по каким следам мне его выслеживать? Там внизу что-то есть, да? Я не вижу следа просто. Труса. И типа... А, все, вижу. Теперь вижу. Неглубокие следы. Он шел осторожно. Очевидно, что он придет меня в одной из тех пещер, где я уже был. Как пить дать. Да. Именно туда. Видно, Моркваргу наскучила красться, и он напал. Кровь труса. Трус был ранен. Побежал. Кровь труса. Кровь труса. Да в курсе я, что такое в трусе. Так, ну пробуем, нажимаем. Прямо? Прямо? Прямо. Рука какая-то, Герландж. Выводы? Вообще никаких выводов, да? Ладно. Кровь труса. Следы ведут к колодцу. Видно, он предпочел утонуть, лишь бы не дать себя съесть. Ну пошли. Корни. То есть, я сейчас надо мной. Эй, слышишь меня? Герландж, ты меня напугал. Прости, я не хотел. Надеюсь. Когда найдешь труса, сразу скажи. Кровь труса. Да господи, кровь труса, я понял уже. Сделай какой-нибудь новый вывод. Кровь труса, кровь труса. Тем более, я здесь уже был. Мед пил, не пил, конечно, но пол сам тепло. А я его, скорее всего, уже находил. Просто я не придал ему значения. Сразу. Он мертв. И довольно давно. Йен, я нашел его! И что? Даже гнильцы бывают в лучшем состоянии. Чтоб тебя. Хорошо. Собирай, что сможешь, и поднимайся наверх. Надо полагать, у тебя есть план? Нет. Обожаю смотреть на гниющее мясо. Поговорим наверху, ладно? Йен, очаровательно, как всегда. Ну пойдем, кое-кто хочет с тобой познакомиться. Процесс гниения зашел далеко. Но голосовые связки целы. Может, мы что-нибудь из него и вытянем? Он не слишком разговорчив. Разговорить можно каждого, даже мертвого. Надо только знать, как. Я думал, некромантия запрещена. Как и секс до свадьбы. Не забивай голову глупостями. Чёрная магия – дело серьёзное. Наложение таких заклинаний никогда хорошо не кончается. Никогда. Мне это тоже не нравится, уверяю тебя. Но то, что Цири в опасности, не нравится мне ещё больше. Я понимаю. Но это не даёт нам права. Геральт, прошу тебя. У нас нет времени спорить о морали. Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты для заклинания? Угу. Кровь новорождённого, язык девственницы и печень трески. У меня есть такие консервы. Если серьёзно. Треску, конечно, не про дистанцию. Если серьёзно, нет. Я чародейка, а не деревенская травница. Мне нужна только энергия. Много энергии. Хорошо, что мы оказались вместе насыщенным магией. Которые люди считают священными. Жрицы брут в бешенстве, если ты используешь силу рощи для оживления трупа. Геральт, ты начинаешь действовать мне на нерв. Я предлагаю выход, а ты занудствуешь. Прости, что мешаю своими сомнениями. Прошу тебя. Нет, Ян, дело именно в том, что ты никогда ни о чём не просишь. Ну да ладно, не будем об этом. Тогда за дело. Челайн, челайн, Зифраэн. Челайн, челайн, Давидар. Страсти, мордасти, какие. Прям как в зловещие медведи, часть 3. Кто смотрел, тот лайк. Ты трус из Лафотена. Мы ищем Цири. Серые волосы, зелёные глаза. Что с ней стало? Из-за, 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 из-за неё, из-за неё меня проклили. Меня это не интересует. Что с ней стало? Что она тут делала? Говори. Нет. Говори. 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 Море было почти у Камура. Очередной флэшбэрк. Беспехи, как у ассасина. Что смотришь? Помоги. Нам обоим. Цири. Ласточка. Ты слышишь меня? Слышу. Сейчас я должен тебя оставить. Мы встретимся под скалой утопленников. Запомнишь? Повтори. Скала утопленников. Я запомнил, где это. О, проснулась. Я уж думал, что... Где я? И кто ты такой? Спокойно. Ты в Лафотане. На Хиндерсфиале. А меня зовут Скиаль. Но... Но как я... Откуда? Мы выловили тебя из моря. Я и этот твой друг. И сколько я так пролежала? И сколько я так пролежала? Без малого день. Принесли мы тебя утром. А теперь уж дело к вечеру идёт. Холера. Долго. Видно, столько тебе нужно было, чтоб прийти в себя. Много тебе пришлось пережить. Ты вся в свежих шрамах. Да. Я через многое прошла. Я думал, что женщины с большой земли не воюют. Иногда у них нет выбора. А где он? Мой... Друг. Ушёл недавно. Сказал, найдёт лодку. А почему он в маске? У него что-то с лицом? Нет, он просто не любит его показывать. Помоги. Помоги мне встать. Может, не стоит? Не выдумывай. Просто дай мне руку. А, вот это мой братик. Стоит его упустить из виду, а он уже тянет к девушке лапы. Астрид, вот глупая. Ты же видишь, я ей встать помогаю. Очень жаль, но придётся прервать ваше свидание. Идём, пошли в баню. Куда? Чего рот раскрыла? Хочешь, чтобы угорь залез? В баню, говорю. Девушка, ты вся синяя была и холодная, когда тебя сюда принесли. Тебя надо хорошенько прогреть. Нет, правда не нужно. Я уже хорошо себя чувствую. Эй! Всё в порядке? Ты на ногах не держишься. И ничего удивительного. Мышцы у тебя ещё окоченевшие. Но не бойся. Мы с мамой тобой займёмся. Боюсь, мне надо идти к скале утопленников. И как можно скорее. Мы тебя силой не держим, но до скалы далеко. А ты едва ходишь. Ты лучше лошадь возьми. Вот именно. Скьяль приготовит лошадей. Посиди тут минутку. Всё равно ты будешь на месте быстрее, чем пешком. Хорошо. Большое вам спасибо. Да что там, не за что. Ну пойдём, тебе надо пропотеть. А моя одежда? Я всё уже занесла. Идём. Только сейчас обрукину. А этот в маске. Он должно быть издалека? О да. Очень. А откуда? Какая ты любопытная. Ну что ты удивляешься? Я всю жизнь сижу на выселках. Хотела бы я путешествовать, как ты. Как я? Как я ты бы не хотела. Поверь. Так вот, только сейчас обратил внимание, что голос Сырли очень похож на голос главной героини из The Last of Us. Поправьте меня, если я не прав. И следи за тетевой, чтобы по носу не тёкнуло. Отец. Я знаю. Я так понимаю, это ещё до прихода Дикой Охоты в деревню, да? Очевидно, что да. Даже ничего говорить не хочется. Просто интересно идти. Добро. Залезай и раздевайся. Догола? Ну, вроде как. Наверное, можно было не оборачиваться в полотенце. Тогда было бы что-то интересное. Чё, пропустил эротику. Ну ладно. И так нормально. С полотенцем пойдёшь? Ого-го. Ну ладно, как тебе удобней. Ого-го. Ого. Вот и вы, наконец. Я уже волноваться начала. Ой, мама, вечно ты волнуешься. Всё в порядке. Что, нет? Да. Вроде да. Ну хорошо. Хорошо. А что ты, деточка, в полотенце? Вымокнет только. Она же с большой земли. Стыдится. Я вовсе не стыжусь. Просто хотела, чтобы было на чём сидеть. Ага. Так я тебе и поверила. Астрид, веди себя прилично. А то пойдёшь сейчас с отцом рыбу потрошить. Ну, мы тут лялякаем, афар уходит. Надо на уголь плеснуть. Слушай, а там, где ты живёшь, у вас тоже баня есть? Лучше, лучше мне вам о себе не рассказывать. Почему? Потому что обо мне могут спрашивать. А я не хочу, чтобы у вас из-за меня были неприятности. Ускряли уже неприятности. Что? Встрескался в тебя по уши. Весь день сидел у постели и таращился на тебя, как на картинку. Астрид, он же просил, чтобы ты не говорила. Ой. Ну, раз уж молоко разлили, чего тут? Скьяль, тебе нравится? А? Я даже не знаю, что выбрать. Правду сказать, я предпочитаю женщин. Да, правду поют скальды. У любви много имён. Послушайте, послушайте, с вами очень приятно сидеть, но мне надо ехать. Понимаю тебя. Кому охота оставаться в этой дыре? Каждый с каждым в родстве, все воняют рыбой. Ты-то должна быть ни с кем не в родстве. А то другой такой язвы в Лафотане нету. Посиди уже спокойно. Деточка, скаль, наверное, приготовил лошади. Но прежде, чем ты к нему пойдёшь, окунись на минутку в воду. Тебе на пользу пойдёт. В общем, почему бы и нет? За этой дверью выход на причал. Только осторожней, там скользко. Спасибо вам ещё раз. Ещё раз говорю, не за что. Счастливого пути. Ну, пошли окунемся. Холодно. Тихо, тихо, тихо. Как это вылези-то? Нельзя, что-ли? Так, что ты будешь делать? Ёшкина на крышке. Ну, пошли вылезем, как все белые люди. Количество титик на квадратный метр зашкаливается в этой серии. Так, теперь идём в конюшню. Наверное, здесь я не выйду. Пошли здесь. Всё, пока-пока. Как теперь отсюда выйти-то? Выход, где-то здесь. Буду где-то одежду взять, нет? Всё, спасибо за помылочку. Идём дальше. Раз меч у нас уже в руках, значит, может, скоро придётся и повоевать. Иди быстрее. Так, мне вниз, конечно. О, а вот и ты. Лошади уже готовы. Я тоже. Поехали? Послушай, надеюсь, моя сестра не наболтала тебе никаких глупостей. Только то, что я тебе понравилась. Что? Я же просил. Я не... Ну, ты, конечно, действительно очень... Но... Знаешь что? Поехали. А то сейчас темнеет, а ты спешишь. Ну-ка, что-то мне не нравится этот разговор, но давайте попробуем. Я не так сильно спешу. Ты первый раз целуешься? Конечно, нет. Да. Первый. У нас мало времени, но я успею тебя кое-чему научить. Спасайтесь! Стой здесь! Я... Я сумею о себе позаботиться. Я уж думал, не дай бог будет показать сексуальную сцену с цели. Уж думал, вот поляки, вот извращенцы. Понеслась? Понеслась? Су-ка! Я думал, это наши. Да, больше трех ударов не проходит, я уже понял. Субтитры сделал DimaTorzok Вернее, трус хорошо работает на меня, потому что он отвлекает Их там двое, да, еще? Порохай как бабочка, живая пчела Ну-ка, могу его парировать, нет? Могу, да, но это не особо мне помогает Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Такой там помощник пришел Давай, я согласен Дорабатывай Что? Что это было? Дикая охота Рагнарёк Конец света Нет, еще нет Но мне надо бежать Они меня ищут Давай в седло Я покажу тебе дорогу к скале Не знаю, как тебя благодарить Поблагодаришь, когда доберемся до места Пошла Ну вот, он хотел проводить цири А жители деревни приняли это за трусость Так всегда бывает У меня успел пухнуть, уже обосрался Скачу-скачу Скачу-скачу Ой, страшно, как? Ой, много их как? Лошадь не моя, не моя платва Быстрее! Быстрее! Так, что доскачу? Вау! Усанули меня Блин, мне это не нравится Энергия лошади, восстанавливайся Давай быстрее! У меня жизни мало Вот же скейль, а? Цель здоровья не восстанавливается И нечем мне восстановить Не восстанавливается Не, не восстанавливается Стой! Что? Что? А что это? Настолько всемогущие стражники Дикой охоты в воду не могут, что ли? Заморозили бы воду И поскакали дальше Ладно, нелогично? Ну ладно У всех своя логика Дикой охоты в воду не могут, что ли? Дикой охоты в воду не могут, что ли? Да, вы понимаете, теперь мы будем искать этого маленького хрень-головаса Что стало с этим существом? Что? Хватит! О, ой, лад! Говори, что? Я вспомнил, он же у барона был Это маленькая гадость Но барон-то повесился Скажи все, как было Отчистим мое имя И зыди, говорю А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Что? Что стало с Рощей? Она умерла. Как я и говорила, заклинание требует много энергии. Ты знала, что этим кончится, но не собиралась говорить. Не собиралась. Я знала, что ты будешь против. Твое чувство так-то очаровательно, но иногда оно лишнее. Ян, ты хорошо себя чувствуешь? Да, порядок. Это заклинание. Представь, что ты набираешь полный рот живых червей. Или окунаешься в гной. Ощущения примерно тоже. Ты могла бы проявить немного сочувствия к этому парню. Он... Это не парень, Геральт, а кусок гнилого, вонючего мяса, которое заговорило благодаря моей магии. И не только говорило, оно даже выло от боли. Я знаю, он казался настоящим, но это уже не человек, понимаешь? Геральт, я знаю, что нам есть о чем поговорить, но не здесь, хорошо? Я не хочу оставаться здесь ни минуты. Роща! Наша роща! Как вы могли? Мы помогли вам, а вы? Это неслыханно! Успокойтесь. Не пытайтесь меня успокаивать. Я очень зла, и у меня на это полное право. А вы? Вы еще заплатите? Простите. И это все? Ты больше ничего не скажешь? Ничего, чтобы нас оправдало. Я позабочусь, чтобы весь Скеллиги узнал о том, что вы сделали. Подожди. Это сделала я. Я одна. Геральт пытался меня удержать, но я не послушалась. Этого следовало ожидать. Меня предупреждали, что ты... Чародейки. Никто тебе дверь не откроет. Никто тебе еды не подаст. Никто твоих ран не перевяжет. Я перевяжу. Еды у меня много накопилось за время прохождения. Йен, ты не должна была это делать. Нет, но я хотела. Я не хочу больше об этом говорить. Надо думать о том, что мы вытянули из Скьяля. Мне кажется, ключ к поискам Цирии... Этот уродец, которого Скьяль видел на берегу. Видишь ли? Я встретил что-то. Или кого-то, кто выглядит точно так же. Где? В Велине. В замке. Там до недавнего времени правил один барон. А теперь его правая рука. Сержант Ардаль. Вернись и забери его. Не знаю, выкупи, укради. Самое скверное, на уродце лежит какое-то проклятие, которое лишило его разума. С ним очень сложно говорить. Не ной, все будет хорошо. Нет такого проклятия, с которым не справятся ведьмак и чародейка. А скажи, разве... Впрочем, не важно. О чем ты хотела спросить? Скажи. Ты считаешь, что это может быть Цирия, превращенная заклинанием? Даже думать об этом не хочу. Гер, мы должны об этом думать. Возможно, это она. В Новиграде она искала средства от какого-то могущественного проклятия. Я не хочу бередить это сейчас, я же просто с ума сойду. Давай дальше делать свое дело, а там посмотрим. Мы узнали немного. Но теперь мы уверены, что Цири на Скеллиге нет. Ни в Велине, ни в Новиграде. Она снова куда-то пропала. Может, если мы упорядочим сведения, которые нам удалось собрать, это продвинет поиски? Хорошо бы. Во что же она ввязалась? Не знаю. Но мы вытащим ее из этой истории. Живой и здоровой. Я клянусь тебе. Мы прошли за Цири весь ее путь по Скеллиге. Пора возвращаться на континент. Перед отъездом я хотела сделать еще кое-что. Кое-что важное. Что? Давай встретимся в Ларвике. В зале воинов. Там и поговорим. Давай сразу. Хорошо. Тогда скоро увидимся. Спасибо. За это и за помощь в роще. Без тебя я бы не справилась. Пожалуйста. Герой, ты меня знаешь. Я редко раздаю комплименты, но всегда искренне. Такое ощущение, что мы должны теперь отправляться в Герин. И надо заканчивать сидеря на Скеллиге. А дел-то в принципе еще много. Так. Сказать сержанту, что вы хотите забрать умную. Понятно. Это новое сюжетное задание. И оно основное. Давайте посмотрим. Встретимся в Сенефе в Лавлике. Что-то надо делать. Причем прямо сейчас. По-хорошему, в любом случае, сюда еще вернемся. По той причине, что у меня тут мастер арены еще. И вопросики есть. И один остров не изученный полностью. Давайте отправимся сначала. Поговорим с Сенефем. Поистинный пассажир какой-то. Да, и на Скеллиге мы, наверное, еще затеремся на второе седем. Смотри, что будет делать Буянин. Ты всегда умела расположить в себе людей. Они меня спровоцировали. Ну да, я видел. Ты хотела поговорить? В императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Вар Ипсиса. Специалиста по джинам. Как говорят, он сгинул где-то на Скеллиге. Я тут порасспрашивала о нем, прежде чем испортила их рощу. Некоторые этого Амоса помнят до сих пор. Почему ты, собственно, им интересуешься? Джины обычно очень опасные и всегда злобные. Я помню. Но игра стоит свечи. Подчинив его, я получу огромную силу. А она может нам пригодиться. Думаешь, у этого чародея был джин? Так, по крайней мере, следует из его книг. Он описывал, как обуздал джина и как черпал энергию из его силы. Ты знаешь, где их искать? Чародея и джина. В последний раз корабль Амоса видели у побережья Хиндерскеля. А потом разразилась буря. Самая сильная за сто лет. Тогда мы их вряд ли найдем. Чародей пошел рыбам на корм, а джин сбежал. Не факт. Но даже если так, я хочу в этом убедиться. Поможешь мне? Золото в награды я не обещаю, но ты можешь рассчитывать на мою признательность. Какой смысл от золота, если мы золото все равно тратим на так называемую признательность, да? Ну ладно. Раз ты так хочешь, хорошо, я помогу. Спасибо. На пристани уже ждет лодка. Пойдем. Пошли, давайте сразу посмотрим, что за задание у нас. Вроде это в основном. Это куда? Каэр Морхен. Ешкин, матрешки. Почему Каэр Морхен-то? Ну ладно. Что за таинственные пассажи? Я не понял задания. Совсем я помню, где-то задание там же появилось у меня. Или что-то я купил. Ладно. Видимо, что-то такое, чего я не понимаю. Так, это у нас Аксинфуд. Школа медведей меня не интересует. Меня интересует школа кота. И школа кота. И это Новиград. И с Кельги, но пока рано. Ладно. Будем этим заниматься. Новая статья в Бестиарии про Джима. Почитаем. Духи, стихии. Страшные ребята. Двиметровая бомба. Почитайте про него. Так, а здесь кузнец есть? Я бы ему попродавался. Документируем. Чтобы он пришел на свою работу. Это, по-моему, по моей памяти денег у него нет. Ну, чуть-чуть можем попродаваться. Дорогие мечи. Ладно, переживем. Список алхимии и ремесла я уже посмотрел. Кельги серии, поэтому... Смысла не вижу. Вам это показывает. Просто поэтому мне... По школе кота я ничего создать не могу. И такого чего-то интересного тоже. Интересно, куда мы поедем. Я помню, что здесь, в этом порту я искал клык для расколдовки Морго. Пора бы с джином затонул где-то здесь. Не слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку. И мы сможем понять, когда будем проплывать на постовом корабле. Ну, тогда за дело. Пустишь меня к румпелю? А, а я могу отказать. Нет. Ну, этот квест мы увидим уже в следующей серии. Единственное, что меня интересует... Почему у меня не было никаких квестов вот на этой земле, да? То есть, совершенно никаких. Наверное, я, выполнив этот квест, забегу сюда. А потом уже оставим с Келлиги на время. Вернемся в Новиград. И вернемся сюда, когда у меня будет уже уровень 30-й. Чтобы здесь дособирать все. И дособирать снаряжение кота и все в таком роде. Ну, здесь очень долго надо плавать, это все собирать. Здесь, по сути, контрабанда. И, по сути, ничего интересного. Только деньги зарабатывать. Ну, у меня, в принципе, их и так хватает. Сколько у меня? Вот 30 тысяч. Я особо не испытываю жажду в деньгах. Но, в любом случае, был интересный квестик. Много кат-сцен, много продвижения по сюжету и... Геральт, сколько мне тут торчать? Мы плывем? Плывешь, плывешь. С вами был Ванни Бит Плей. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok